Вы смотрите отзыв об отеле Four Seasons Resort Seychelles. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником n-n, который был в нем в 2012 году. Тур в этот сказочный отель был для нас с мужем свадебным подарком его родителей. Сами на свои деньги мы бы вряд ли когда-то смогли такой отдых себе позволить. Наверное, поэтому, так как я турист малоопытный в такой категории, мне здесь ну просто очень понравилось. Просто сказка, я ни сном, ни достатки не искала, но и место лучшее я в жизни не видела. Если есть у вас в жизни мечта, и вы готовы хоть разок, но отправить в рай на земле, как называют сейшелы, не пожалейте денег. Это того стоит. Все наши путешествия были окутаны какой-то завесой сказки. Может, просто молодоженам тут всегда везет. Или, как кто-то скажет, в порыве любви. Мы не замечали недостатки, о которых я позже читала в отзывах. Сначала немного про отель. Территория огроменная, спускается к океану по склону холма. Чем выше, тем лучше вид на море. Хотя, тут вроде в каждой вилле вид на море. А еще в каждой вилле бассейн. Небольшой, но очень романтичный, скорее для фотосессии романтики, чем чтобы покупаться. От номера куда-то, чтобы добраться, надо заказывать машинку. Иногда они приходили через 5 минут. Иногда и 25 ждали. Частенько мы сами спускались к океану, но не всегда было комфортно. А уж подниматься вверх-обратно, тем более. Виллы устроены так, что никто никому не мешает. И можно хоть белышом загорать на вилле, никто и не увидит. Что мы частенько и делали. Номер классный. Большая комната, две огромные кровати под навесом. У нас одна так и простояла неиспользованная весь отпуск. Кондиционер, музыка, ванная тоже огромная, бассейн, верандочка. Все по высшему разряду. Чтобы нам не мешали уборщики, мы когда были в номере, всегда табличку вешали, чтобы не беспокоили. А то один разок меня напугали. С питанием проблем не заметила. Но за две недели захотелось разнообразия, а ресторанов на территории не так уж много. Вкусно не очень разнообразно, но так и не Турция. Зато изысканно. Иногда выходили за территорию и ужинали там. В спа я так и не сходила. Не могу сказать почему. Там очень красиво, стильно, запах, но каждый раз было жалко время тратить не на природу и пляж. Пляж обалденный. Большой песочек изумительный. Места много, никто никому не мешает, хотя народу в отеле много. Иногда обстановку нарушали наши шумные россияне и еще две семьи новых украинцев. Было за их поведение даже стыдно. Делали вид, что мы их не понимаем. Лежаки очень удобные, сервис на пляже. Предлагают коктейли, приносят пляжные полотенца. Особенно классно на закате, солнце уже садится, люди разошлись в красота. Это было нашим любимым временем на пляже. Кстати, здесь работают русские. Две девочки, одна Аня, вторую не помню. Хотя у нас нет проблем с английским, почти к ним не обращались. Виды вокруг просто потрясающие. Нереальные джунгли, буйная зелень, очень красиво. Мы еще брали экскурсию по острову, поездили, посмотрели главный сейшельский остров Маэ и посетили столицу Викторию. Городок настолько маленький, что экскурсия тут заняла от силы минут сорок. И еще поездку брали на соседний остров, где растут те самые огромные орехи в форме женских ягодиц. Очень занимательная была прогулка по парку, где нам показывали всякие разнообразные пальмы, растения, плоды и тому подобное, наверное, это все. Написала и снова вспомнилась. Такая ностальгия. Если вы собираетесь в этот отель и сейчас читаете этот отзыв, который может быть вам будет интересным или даже полезным, то знайте я вам завидую. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры сделал DimaTorzok